МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапно для себя Наталья влюбилась. Ты такая потрясающая женщина. Даже не верится, что все это происходит со мной. Наталья Терещенко, 39 лет, начальник отдела в торговой фирме, не замужем. Обещаю, теперь все это будет происходить каждый день. Антон Новиков, 35 лет, преподаватель бальных танцев. Холост. Дочка пришла. Ты же говорила, что она в институте. Мам, что ты так долго не открываешь? Я и так опаздываю. А где твои ключи? Да не знаю, где ты в сумке. Юлия Терещенко, 20 лет, студентка, не замужем. Нам сегодня реферат в институте сдавать. Я его, конечно, дома забыла. А там ничего нет. Я сегодня уборку делала. Посмотри здесь. Слушай, вот я балда. Все, я побежала. Все. Я так больше не могу. Наташ, да не переживай. Ну, все будет хорошо. Ты понимаешь, у меня дочь взрослая, а я о любви вспомнила. Ну, что я ей скажу, если она узнает, что мы с тобой тайком встречаемся? Почему же надо все время встречаться тайком? Мы ей все расскажем. Нет, я так не могу. Уйди, пожалуйста. Наташа, ты меня выгоняешь? Как же? Как же наши отношения? Для меня дочь дороже. Я никудышная мать. Вместо того, чтобы заботиться о дочери, я влюбилась как девчонка. Посоветуйте, как мне справиться с этим чувством? А что, правильная мать не может любить? Или, может быть, вы никогда никого не любили? Или вы боитесь эту любовь? Нет, я любила. 20 лет назад. Но он был женат, а когда узнал, что я жду ребенка, объявил, что не может бросить жену. А как вы справились со своей любовью? Мне пришлось уехать из родного города, и больше мы с ним не встречались. И за столько лет вы больше никого не любили? Я родила дочь, и решила посвятить свою жизнь только ей. А вы уверены, что вашей дочери нужна именно эта жертва? Может быть, ваша дочь хочет видеть мать, которая слышит свои чувства, желания? Ведь жизнь ради дочери – это игра в прятки. И прячетесь прежде всего вы от самой себя. Может быть, я об этом не думала до того, как я встретила Антона. Юль, привет! Привет! Я за тобой. А это наш новый преподаватель и живет рядом с нами. Здравствуйте. Юль, может быть, ты познакомишь меня со своей мамой? Ой, да, конечно, простите. Знакомьтесь, это Антон Сергеевич, наш преподаватель, а это моя мама Наталья Ивановна. Очень приятно, Наталья Ивановна. Понимаете, это рукопожатие было для меня как удар током. Я сразу влюбилась в него, не понимая, что я не имею права на эту любовь. Вы влюбились, и заметьте, ничего страшного не произошло. Мир не рухнул. Нет, я свое решение изменить не могу. Я буду заботиться о дочери, пока она не выйдет замуж. Ведь это из-за меня. Она осталась без отца, и теперь о ней некому больше позаботиться. А вы попробуйте объяснить это Антону. Да и дочери попробуйте это тоже объяснить. Ведь любовь к дочери и любовь к Антону – это две совершенно разные любви. Я подумаю. Наталья решила, что замужество дочери освободит ее от обязанностей заботиться о ней. И она сможет подумать о собственном счастье. Мама, получается наконец-то. Я думала, что никогда не получится. Юленька, пора бы тебе не только о танцах подумать. Ой, ну конечно, сейчас скажешь, учиться надо лучше. Мамуль, ну как всегда одно и то же, а? Да нет, я сейчас не об учебе. Пора бы тебе и о замужестве подумать. А то все хихоньки да хахоньки. Юль, ну почему у тебя нет мальчика? Смотри, в девках останешься. Ой, да подумаешь. В крайнем случае рожу себе ребеночка, как и ты. И все. Глупенькая. Ну придется мне сама о тебе позаботиться. Ты можешь еще скажи, что ты сама мне жениха будешь искать? Ну почему бы и нет? Мамуля, я не думала, что тебе так хочется быстрее меня сбагрить. Ой, ну этих женихов, мам. Ладно, все, мамуль, мне пора на танц собираться, я пошла. Наташа, я не могу больше ждать, пока ты меня позовешь. Я отменил все занятия, я все бросил, я соскучился. Ты с ума сошел? Юлька дома отъявился. Пойми, ну не получится у нас с тобой ничего. Уйди, пожалуйста. Здрасте, Антон Сергеевич. А вы ко мне? Да. А Антон Сергеевич пришел проводить тебя на занятия. Вот и цветы тебе принес. Спасибо. Мама, поставь, пожалуйста, воду, а то мы опаздываем. Ну что, пойдем? Пойдем. Ну, счастливо. После разговора с дочерью Наталья решила устроить ее личную жизнь. Она разместила от имени Юли анкеты на сайтах знакомств. Надеюсь, что откликнется молодой человек, который понравится ей. Мама, как ты могла? Что случилось? Какая муха тебя укусила? Мне все звонят, прикалываются надо мной. Откуда на сайте знакомств мои фотографии? Это твоя работа. Я, по-моему, тебя спросила, и ты не возражала. Мама, я думала, что это шутка. И тем более, какой ты имеешь право лезть в мою личную жизнь. Ну, я думала, ну что здесь такого плохого, что ты познакомишься с хорошим мальчиком? Вы бы подружились, встречаться бы стали. Мама, я и без тебя познакомлюсь. И запомни, что я уже не маленькая девочка, которую ты привыкла контролировать и учить жизни. Наталья была поражена такой реакцией дочери на ее поступок. Она только сейчас осознала, что Юля уже взрослая. Вы это серьезно? Серьезнее не бывает. Знаешь что, Юль, нам с тобой надо больше общаться. Окей? Да я с удовольствием, тем более с вами так интересно. Слова Антона удивили и насторожили Наталью. Она заподозрила, что Антон ухаживает за ее дочерью. До свидания. Ой, мам, а на тебя какой-то жених на сайте знакомств клюнул. Ой, ну что за жених? Ну что ты выдумываешь, Юль? А это я на зло тебе разместила твою анкету на сайте знакомств. Ну а что, такого тебе можно, а мне нельзя? Вот ведь вредина, а. Вот теперь читай сама. Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Евгений Акимов. На фотографии вы очень похожи на женщину, с которой я расстался 20 лет назад. И до сих пор мне не дает покоя то, что эта женщина ждала от меня ребенка. Ничего себе. Читай дальше. Если вы действительно та самая Наталья, то я прошу вас встретиться со мной. Пожалуйста, не отказывайтесь. Я недавно переехала в ваш город. Прошу вас встретиться. Мам, неужели мой отец нашелся, да? Ты знаешь, того парня звали Женя Акимов. Значит, это действительно твой отец. Наталья одна растила свою дочь Юлию. Она дала себе слово не думать о своей личной жизни, пока не выдаст дочь замуж. Однажды Наталья познакомилась с Юлиным преподавателем танцев Антоном. Между ними вспыхнуло сильное чувство. Наталья скрывала свои отношения с Антоном, но он был против тайных встреч. Наталья боялась рассказать дочери, что у нее роман с Антоном. Она решила найти Юлии жениха через интернет. Узнав об этом, возмущенная дочь разместила анкету матери на сайте знакомств. Однажды Наталья подслушала телефонный разговор дочери и Антона, из которого поняла, что ее возлюбленный флиртует с Юлией. Через некоторое время пришло письмо от отца Юлии Евгения, которого она никогда не видела. Понимаете, события разворачиваются так быстро, что я не успеваю опомниться. Я совершаю одну ошибку за другой. И что же это за ошибки? Ну, во-первых, я решила помочь Юленьке познакомиться с молодым человеком. А в результате все привело к тому, что мы чуть не поссорились с Юленькой. А вам не кажется, что вы заботитесь не о дочери, а о себе? Замужество дочери – это прежде всего разрешение внутреннего вашего конфликта. Да, я это поняла. Я попыталась загладить свою вину. И в результате совершила вторую ошибку. Я согласилась встретиться с отцом Юленьки. Мама, ты должна обязательно с ним встретиться. Пожалуйста, ну пойми, нельзя упускать такой шанс. Юль, ну зачем он нам, а? Мам, ну как ты не понимаешь? Ну я всю жизнь мечтала увидеть отца. Мама, я не знаю, мне надо подумать. Мама, вот что тут думать? Завтра как раз выходной. Ну давай сейчас напишем ему письмо и назначим встречу в ближайшей кафешке. Ладно. Да? Делай, что хочешь. Нет. Так. А по-моему, наоборот, было бы ошибкой, если бы вы отказались. Юля имеет право знать отца. Ну мне совсем не хочется с ним встречаться. Ну не до него мне сейчас. Понимаете, все мои мысли об Антоне. Вдобавок мне кажется, что он ухаживает за Юленькой. Так ведь это Юля хочет видеть отца. А вам не обязательно восстанавливать с ним прежние отношения. Ну и потом, надо же открыто говорить и Антону, и Юле, что вы любите Антона. Ну и наконец-то, попробуйте жить открыто. Я попробую. Наталья поддалась на уговоры дочери и согласилась встретиться с Евгением. Но она до конца не была уверена в том, стоит ли ворошить давно забытое прошлое. Ну неудобно как-то. Ну зачем нам все это? Ну мы жили без него и дальше проживем. Мам, перестань, пожалуйста, а? Ну давай хотя бы посмотрим на него. Ну это ж мой отец, а? Пойдем. Слушай, смотри. Вроде он, да? Угу. Слушай, классный какой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас так ждал. Евгений Николаевич Акимов, 46 лет. Топ-менеджер строительной компании. Вдовец. Я так рад. Наташенька, я вот тебя сразу узнал. Как была красавицей, так и ей остаешься. А это Юлечка, да? Да, это твоя дочь. Юленька, я очень рад, что ты у меня есть. Юль, ты, ты меня прости. Я, конечно, перед тобой виноват. Да ладно, пап, чего там? Я очень рада тебя видеть. Правда? Конечно. Так, что мы стоим? Пойдемте, столик заказан. Вперед. Пойдем. Я так рад, что я вас встретил. А как же жена? И дети, наверное, есть? Нет, детей нет. Ирине запрещали врачи. Два года назад она умерла. Ну, так что теперь я один. А что, разве ты не знал, что я родилась? Нет, я догадывался. Мама очень хотела ребенка. Прости, я не мог тебя найти. Когда понял, что не найду, я смирился. А потом друг мне говорит, давай в интернете найдем тебе жену. А знаешь, пап, я думаю, что сегодняшняя встреча – это не случайность. И тем более ты мне очень нравишься. Юленька, по-моему, ты слишком рано делаешь выводы. А пойдем потанцуем, а? Знаешь, пап, когда я была маленькая, я всегда очень завидовала детям, у которых были отцы. И мне всю жизнь тебя очень не хватало. А я всегда завидовал тем отцам, которые могли растить своих детей. Вот здесь мы и живем. Спасибо, что проводил. Ну, подожди, ну, мы же даже практически не поговорили. Пригласи меня на чай. Ну, а что мне еще остается делать? Ой, мам, Антон Сергеевич. Странно. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Сосед? Нет, танцы у нас преподает. Что ты покраснел-то? Смущаешься, что ли? Да ладно. Евгений Николаевич. Отец Юленьки. Ага. Антон, очень приятно. Я пришел поговорить серьезно. Ну, я так понимаю, что я сейчас не вовремя. Всего доброго. Ну, что ж ты стоишь-то? Давай, догоняй, догоняй. А мы с мамой чай попьем. Нам есть о чем поговорить. Ну, ладно, я скоро, хорошо? Пап, только ты дождись меня, ладно? Мама, не отпускай его. Антон Сергеевич! Пойдем. Наталье очень хотелось догнать Антона и все объяснить ему. Но она понимала, что это невозможно. А вот и я. Что-то зачастил к тебе, Антон Сергеевич. Странно даже. Ой, ладно, мама. А где папа? Ушел. Куда? Ушел и все. Что-то случилось? Нет, ничего. Ну, а что он говорил? Ну, предлагал к нему переехать. Замуж звал. Ну. Ну, а ты что ему сказала? Какая ты у меня шустрая. Шустрая. Я не знаю, что мне делать. Юлька мечтает меня выдать замуж. Вот и прекрасно. Выходите. Вы же об этом мечтали. Да. Но она хочет, чтобы я вышла замуж за ее отца. И теперь я считаю, что просто обязана это сделать. Но ведь вы же любите Антона. Да. Но Юльке нужен отец. Да и вдобавок с Антоном все безнадежно испорчено. Он видел меня с Евгением. Вдобавок Юлька с ним флиртует. Все так запуталось. Вот вы и распутаете. Ну, прежде всего, никто у Юли отца не отбирает. Хочет с ним общаться? Пожалуйста. А про отношения с Антоном мы с вами уже прорабатывали эту часть. И мой вам настоятельный совет. Выходите-ка вы замуж за Антону. Мам, у меня такая новость. Отгадай, где я сегодня была. Я что, по-твоему, ясновидящая? Я к отцу в гости ходила. У него такая квартира классная. Представляешь, и он еще сказал, что у него за городом дом есть. Ну, а где же вы с ним встретились? Так он на машине прямо к институту ко мне подкатил. Все девчонки чуть не упали. И вообще, он такой классный. Давай быстрее к нему переедем. Ну, давай. А отец, у тебя без ума, мам. Давай быстрее переедем к нему, а? Юленька, мне совсем не хочется соглашаться. Тем более, что я люблю другого человека. Мама, ты в своем уме? Когда ты уже успела? Тем более, зачем нам другой человек, когда мы должны жить с папой? Юленька, если тебе нужен отец, пожалуйста, общайтесь. Я не против. Так он же нас к себе звал. Я даже не буду против, если ты переедешь к нему жить. Ведь ты уже взрослый и сама способна решать. А я, мам, между прочим, о тебе забочусь. Потому что я, наверное, скоро выйду замуж. Да? Да. Поздравляю. Спасибо. И кто же твой будущий зять? Ну, а что, разве не понятно? Антон Сергеевич, мой учитель танцев. Наталья одна растила свою дочь Юлию. Она дала себе слово не думать о своей личной жизни, пока не выдаст дочь замуж. Однажды Наталья познакомилась с Юлиным преподавателем танцев, Антоном. Внезапно для себя Наталья влюбилась в него. Она решила поскорее выдать замуж дочь, чтобы наладить свою личную жизнь с Антоном. Неожиданно объявился отец Юлии, Евгений. Юля уговорила мать встретиться с отцом. И Наталья была вынуждена согласиться, хотя все ее мысли занимал Антон. Но Евгений предложил Наталье выйти за него замуж и переехать вместе с дочерью к нему. Наталья не представляла себе совместную жизнь с Евгением. Она призналась Юле, что любит другого человека. Вскоре дочь сообщила матери, что собирается замуж за Антона. Мам, ты чего? Тебе плохо? Да нет, я сейчас. Наталье пришлось приложить все силы, чтобы дочь не догадалась, какую душевную боль она испытала, услышав о предстоящей свадьбе Юли. Надо? Это я так. От радости. И когда вы решили пожениться? Да он еще предложение не сделал, но все к этому идет. И тем более, мама, он к тебе хорошо относится. С чего это ты взяла? Ну, потому что он мне всегда об этом говорит. Что ты чудесная женщина, что мне безумно повезло, что у меня такая мать. И знаешь, как-то он однажды сказал, что давно мечтал стать членом нашей семьи. Юренька, а не рановато ли тебе замуж, а? Мам, так ты же сама мне собиралась жениха искать. Да нет, я просто думала, что ты будешь с кем-то встречаться, ходить в кино, на дискотеке. Ну, Антон Сергеевич, Юль, ну ты-то хоть его любишь, а? Да я не знаю, мам. Но мне кажется, что он меня боготворит. Для меня самое главное, чтобы он тебя любил. Юль, тогда я не буду против. Соглашайся. Наталья хотела убедить себя, что сможет отказаться от Антона ради счастья дочери. Она решила согласиться жить у Евгения. Наташ, я вот не решался тебе сказать по телефону. Что, что-то не так? Нет, все так. Понимаешь, я... Ты мне нужна. Я не знаю, как тебе это объяснить. Ой, не надо мне ничего объяснять. Я и так согласна переехать к тебе. Правда? Отлично, отлично. Смотри, мы Юльку замуж выдадим. Сами поживем. А? Только учти, все это я делаю только ради Юли. Она мечтает о том, чтобы мы жили вместе. Я не знаю, что будет дальше, но я тебя прошу, пожалуйста, не торопи события. Конечно, конечно, я все понимаю. Когда мы переезд устроим, а? Ну, давай послезавтра. Отлично. У Натальи было тяжело на душе. Она с трудом представляла себе совместную жизнь с Евгением. Прости, мамуль, что задержалась. Юль, ну где ты опять гуляешь, а? Пора уже ехать. Отец уже ждет. Да ладно, ладно, успеем. Я на улице просто Антона встретила и поболтали немного. Знаешь, мам, он, оказывается, такой старомодный. Да ладно, Юль, чего ты взяла? Почему старомодный? Понимаешь, я ему говорю, мы переезжаем к папе. А он как в старину. Мне надо поговорить сначала о нашей дальнейшей жизни с твоей мамой. Не со мной, а с тобой, понимаешь? Он бы еще сватов заслал. Представляешь? Ужас. Наташа! Юленька, извини, мне надо поговорить с твоей мамой. Видишь, я же говорила, пришел просить руки и сердца. Антон, я не понимаю, зачем все эти церемонии? Ты мог бы сначала с Юлей поговорить? Да при чем тут Юля? Она что за тебя теперь решает все? Разве мы не о ней сейчас говорим? Да я говорю о нас с тобой, Наташа. Наташа, выходи за меня замуж. А как же Юля? Да она не против. Она даже за. Мы с ней обо всем поговорили. Мы с ней друзья. Вы только друзья. А я-то думала, у вас отношения. Да с чего ты взяла, Наташа? Наташа, я тебя так люблю. А ты собралась переезжать к какому-то постороннему мужику. А я-то думала. Вот сумасшедшая. Сумасшедшая. Юля, я никуда не еду. Подожди, а мы как? Прости, так получилось? Ладно, пап, я тебе потом все объясню. Видишь, у них любовь. Многие мамы, которые воспитывают детей одни, очень часто ставят крест на своей личной жизни. Они боятся якобы нанести вред своему ребенку. А он при этом превращается в смысл их жизни. Так жила и Наталья, героиня нашей истории. Но она обманывала себя и руководствовалась заботой о счастье дочери. Без сомнения, Наталья очень любила Юлю. Но отказ от своего собственного счастья был продиктован совсем не этим, а просто страхом отношений с мужчинами. И только преодолев свой страх, Наталья сумела найти любовь. И дочь только выиграла от этого, потому что ее мать стала счастливой женщиной. Редактор субтитров А.Семкин